Сегодня пятый день пути. Мы отправились на озеро Эссекулю. Выехали где-то часов в 7 утра. Сейчас в полдесятого. Мы скоро подъедем на границу. Киргизия. Все в горах. Горы. Кажется, как будто горы покрыты мхом каким-то. Ну, скидка. В России машин очень мало. Может быть, чтоб пять видели. Макс. Очень мало. Едем по каньону. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока ехали столько, много этих, кто продает мед. Мы-то всегда покупали на Алтай мед. Домой будем ехать, купим здесь. Подъезжаем к Каракол. Ну, типа города у них. Уже виднеется озеро Сыкуль. Почти что на финишной прямой. Вы, ребятки, куда-то приехали. Вот тут дорожка такая, уж не знаю для кого. А, нет, это ослик. Нет, это ослик. У нас ничего ему нету дать. Гляньте, что. Не дали ехать. Ну да. Грязный такой, Полинч, мазенький. Чего ты боишься? Он весь линяет. Ослики все так ходят. Поля, не надо, он боится. Поля, не надо, он пошел домой. Он знает дорогу. Поля, пойдем. Пойдем водичку потрогай. Ой, ну тут, конечно, камни какие-то огроменные. Если в воде камни, это все каюк. Что? Блин, если там камни, это все. Полина, аккуратно иди. Вот на берегу, гляньте. Камни, это просто капец. Так вот, и я вижу много камней. Здесь не зайти, значит, вот. Поля, смотри, тут нужно просто ногу сломать. Не ходи туда. Как они бедные тут купаются. Нет, тут даже не подойти. Вот я тебя, да, подрогай. Тут, короче, здесь, на южном берегу, вот мы зашли, огромные валуны. Вот вы видите. Огромные просто. Олежа! И тут запросто сломать ногу или убиться, или вообще неизвестно, что можно сделать. Тут и в воде они. И заходить надо по этим камням в воду. Ну, наши. Поехали дальше. Мам, ну потрогай в воду. Потрогай, Глайн. Ну где? Ты ее не трогала. Я говорю, пошли. Мам, ну потрогай. Ребятки, смотрите. Тут сад с абрикосами. Я посмотрю. Сад с абрикосами. Сейчас. Олн они. Красные, видите? Красные? Оранжевые. Спелые, вот красные. Вот это вот. Вот, допустим. Это еще у нас белые. Да? Какие там, пока потрублю. О, нет, твердые. Вообще класс, да? Красота. Мы еще видели деревья у них с абрикосами и со сливами. Значит, мы едем дальше. Дальше едем. Ребятки, сегодня седьмой день пути. Мы едем на северный берег. Кладбище и проехали. Россия сидит есть. Время сейчас 8.39. Здесь на час время медленнее, чем у нас в Томске. Мы сейчас находимся в Киргизии. Вдоль озера из Уль едем по северной стороне. Остановились, в палатке купили ведро абрикосов. Стоило 200 рублей наше. 200 рублей. И мы купили рыбку сик, открытую. Она такая, по-моему, вяленая это называется. Вяленая, копченая какая-то. 500 рублей штучка. Вот. Сейчас развернемся и поедем дальше. Так, короче, вдоль южного берега этого Иссыкуля делать нечего, если вы не любите камни. Поэтому мы посмотрели там в нескольких местах, останавливались специально, заходили в воду, смотрели, есть ли камни в воде. Там огромные булыжники, поэтому нас это не устраивает. И мы поехали на северный берег озера. Сейчас посмотрим, что там. Едем. Вот, купили абрикосики. У них сейчас сезон абрикосов тут в Киргизии. Абрикосы на всех деревьях растут вовсю. Еще какая-то ягода растет, похоже на нашу иргу. Ну, я не рискнула ее поесть. И так, чтобы продавалась, я не видела. Лаванда тут растет такими кустиками. Я сначала думаю, что за красивые такие сиреневые цветы. А это, оказывается, девчонки, лаванда. Вообще класс. Попробую выкопать кустик и привезти к себе домой. Ребятки, поехали докуда-то. Решили посмотреть. Сейчас мы уже на северном берегу. Решили посмотреть, что у нас в воде. Весь комбинет. Время 9 утра. Вы гляньте. Мы с дороги нашли эту, ну, такую дорожку. Смотрите, сколько детей. Стопус детей привез. Это Тина. Может, вот там, где они купаются, нету? Теплая. Теплая? Да. Ну, я не знаю, как заходить. Тут убиться можно. Ну, вы гляньте. Тут хотя мелко, смотри. Ну, камни огромные. Можно абрикосики помыть. А если мы будем, я тут камни. Не знаю. Пойдем, поехали. Может, где-то и нету камней. Здесь тоже камни. Вот здесь поменьше чуть-чуть. Коля, ну и... Тут все в камнях. Ну, тут что, много... Непологий берег такой. Идешь, идешь. Ну, здесь же вот песочек, да? Маленько в воде. Купнемся. Поль, да ты вот попробуй зайти просто. Трындец. Вода-то холодная. Я не знаю, как тут ходить. Тут, блин, камни какие-то красные. То ли это кирпичи, то ли что. Ничего, Паленька. Не знаю, мне показалась холодная вода. Давай до туда дойдем, посмотрим. Ой. Маш, правда там нет? А вон песочек нет? Или кажется? Аккуратно. Коль, ну как тут купаться, блин? Убиться можно? Ну давай попробуй. Если он пойдет, то на другое пойдем. Еще травму получишь. Нам этого только не хватало. Мам, ну это маму. О, смотри, где песочек. О, вот здесь еще можно заходить чуть-чуть. Вон там, в далеке тоже вроде песочек. Клочками, клочками. Где-то песочек, а где-то нет. Я вот вижу, что в воде где-то что-то. Ну вот здесь маленько песка есть. Чуть-чуть. Там дальше камни. Ну так, ничего. Срусил, конечно. Уже ноги привыкли. И он там на глубине. Все, дальше опять камни пошли. Я не буду, я не буду тут. Я боюсь, чтобы он носит все. Тут на берегу только поплюхаться. Ну давай попробуем на берегу. Вот зашли где песочек. Вот, по колено воды. Пойдем к папе рыбку попробуем сначала. Пошли это. Сейчас у папы спросим. Если он скажет, поехали дальше, то поедем дальше. Нормальная водичка, прозрачная. Кристально прозрачная, я бы сказала. Друзья, смотрите, вот вдоль дороги абрикосы растут. На берегах. Ну это дикие абрикосы. Но все равно из них можно варень варить. У нас, смотрите, все, все желтое. Вот так, все. Цветы у них преимущественно розы везде. А здесь, смотрите, цвета какие. Красные. Вот какой-то пуст с ягодой тоже. Вот еще абрикосы. Они каких-то нескольких видов абрикосы. И крупные, и мелкие, и вообще мелкие, и какие-то золотые деревья. Пустота. Это, конечно, озеро. Но оно почти как море. Туда вот съезжают. На палатках, наверное, либо так на целый день приезжают. Ищем, где остановиться на ночевку. Здесь проехали Чопанатан. Обзор следующей квартиры, которую мы сняли уже на эстекуле. Заходим. Получается, квартира трехкомнатная на втором этаже. Здесь вот ванна, туалет, стиралка. Все, что необходимо. Здесь вход в спальню первую. Такая ровная кровать. Тут шкаф есть. Здесь как бы вторая смежная спальня тоже с большой кроватью. Не было вообще, сколько объездили этих баз. Не было номеров. Эту сдали нам только на сутки. Потому что мест нету. Вот мы с Полиной там три минуты ходьбы до этого. До пляжа. А мы сейчас пойдем покупаться. Вот здесь нам хозяйка поставила даже это. Володильник. Кухонный гарнитур тут есть. 8 тысяч в сутки. Ну, квартирка стоит. Песок горячий, горячий. Полина бежит, вот на лавку запрыгнула. Не добежала до нашей лежанки. Ну, да беги сюда, беги. Стой. Только аккуратно ноги, а то я только постелила. Ну, что, наконец-то ты наплавалась. Я тебе говорю, идем. Я тебе сказала, мы сейчас домой пойдем. Мама, пошли. Позь, Рима, не дай. Что, пойдешь нырять? Да. У меня даже телефон, прикинь, перегрелся. Сегодня восьмой день нашего пути. Вчера сняли отель. Вот, номер 9, Карвет. Турва за отдыха Карвет. Большая по площади. Тут такое здание огромное. Это вот я сейчас на втором этаже. Номер у нас. Я номер заснимала, показывала. Вот, тут такие розы красивые. Смотрите. Сейчас мы с вами спустимся вниз и посмотрим, что есть. Здесь я вчера еще не все обошла. Так. Я так понимаю, с этой стороны. Вот, вниз, два, три. Четыре, четыре, пять, шесть номеров с этой стороны. Здесь лесница есть на третьем. Мы с вами пойдем вниз. Вновь. Я, кстати, заметила вчера уже вечернюю, что нет ни одной батареи. Обогревательная. Видимо, можно говорить, видимо, наверное, пол сделали с фотографией. Ну, что, как зимой-то он. Вот, с вами выходим. Сейчас время шесть утра. Я встала пораньше, и мне надо заснять вам. Где он? Мусор с отла. Здесь сразу мне вчера я думала, где он мусор говорит. Я бы нашла уже мусорку. Мусорчики. Смотрите, какой цвет шикарный. Ну, роза, они так нежно-нежно пахнут. Там, девчонки, горы. Видите? Красота. Значит, отель предоставляет бесплатные велосипеды, самокаты. На территории отеля можно ездить. Ну, тут реально похоже. Территория большая. Мы сейчас с вами пройдем до озера. Вот такие вот цветочки у них. У них такие тут растения красивые. Похож на замиокольку с какой-то цветок чуть-чуть. А это что такое у них? Красивая, беленькая. Вот эти цветочки классные, да? Смотрите, какие интересные. Вот это непонятно. Это цветы такие зеленовато-белые. Красота. Вот такие лустики прям жаркие. Да, вот. Вот наши патрики. Карпы так называются. Затем с вами на озеро посмотрим. Вчера мне не удалось. Потому что такая жара становится. И я-то была вечером пройдусь. Но вечером так резко потемнело. И я тоже не смогла. Сейчас мы с вами. Не знаю, что это за деревья. Такое остальное. Моршое. Ну, оно трехэтажное. Четырех. Раз, два, четыре, четыре. Я знаю, что тут на этом у них есть медицинский какой-то кабинет. Спортивный большой. Сейчас там вот юриска висит. Я еще не видела сама. Ну, вот этот тренажерный зал там у них есть. Проводятся всякие занятия. Мы вчера заселились утром. И все побросали, побежали на озеро. Так что, смотрите, какая красота. Ну, что я заметила, у них вот эти пихточки. Твердые волки. Прям твердые-твердые. В колодце можно. У нас-то пихты. Вон, какая елочка красивая. Смотрите. Да? У нас-то пихты мягкие. А у них тут твердая все. Есть кабубая пихта. Смотрите, вон она. Видите? Вот так. Вот так. Голубая. Ой, господи, уже люди ходят. Я думала, я может пораньше попеку, пока никого нет. Так, видишь? И вообще у них тут не растут, я так понимаю. Вот эти пихты. Да они из питомника. И они какие-то... Вот у нас же таких нету, да? У нас, посмотрите, они ровные прям. Это треугольная форма, и она ровная. У нас, может быть, конечно, они их специально постригают. Но не видно, чтобы были срезаны ветки. Не видно. И вот это что за деревья такие? Смотрите. Вверх. А, да, еще у них нюанс. Я заметила, что у них деревья все. Ну, кроме вот этих. Эти у них. Это, похоже, они от нас привезли. Вот эти березы, пихты. У них вообще не растут они. У них какие-то другие деревья. А, у них есть тополя. И обратите внимание, у их тополей, вот они стоят тополя. У них ветки вверх. Ну, как бы к небу. У нас-то разлапистые же стоят. Так вот, что есть в этом отеле. Смотрите. Какие тренажеры. Для женщин, для подростков. Все подойдет. Мать. Ну, я не нашла, где это. Ну, в смысле, я не ходила даже. Вот, есть одно абрикосовое дерево. Смотрите. Маленькие абрикосики. Маленькие абрикосики растут. Так, рябины они тут насадили. Видите? Так там у них рябины не растет. Ну, так вот, в дикой местности. Я обратила внимание, но у них другие какие-то всякие кустарники, типа. Блин, я не знаю, как они называются, но они с ягодками, там все. Вот, есть домики, которые как бы отдельно стоящие. Вот, видите же. У нас стоят трех или четырех этажных зданий. Есть отдельные домики. Вот. По цене я вам не скажу, девчонки. Я не знаю. Ну, вообще у них на сайте прям цены есть. Нам хозяйка комнаты сказала, что... Ну, не комната, а квартира. Это квартира, наверное. Сказала, что вы можете... Она дала свой номер телефона. Жанна ее зовут. И, типа, вы можете... Только заранее, говорит, позвоните, чтобы я вам забронировала. На следующий год приезжайте. Или в этом году, если... Они почему-то думают, что мы приехали... Ну, где-то тут рядом. Не знаю почему-то. Вот здесь машина даже... И у них вот там вот работают, видите, поливалки. Поливают. Поливалки. Вообще у них есть еще взрослый бассейн и детский бассейн. Гляньте, какие розы, девчонки. Я столько роз еще не видела. Но везде розы. Знаете? Сейчас он на хране придет. Я вот так... Спрашиваю, можно снимать. А то вырок снимать нельзя еще. Скажет что-нибудь. Вот. Какие красивые, да? Вообще красота. Такие прям... Смотрите, прям... Как с картинки прям. У нас-то не растут розы. У нас... Мы их, блин, над ними трясемся, да, выращиваем. А у них они даже на заправках растут. Вообще, вот вдоль огородов я посмотрела. Везде растут у них розы. Видимо, климат им подходит. Так. Продам. Тоже здоровое здание. Видите, какое? И там вот вывеска. Продам. А кто их покупает? Ну, я считаю, если тут покупать вот так вот для себя, да, жилье какое-то у них... У них, наверное, зимы нету, поэтому отопление им не нужно вот такое вот. Так, девчонки, смотрите, вот здесь есть детский бассейн. Мы вчера сюда зашли с дочей. Хотели покупаться, но тут столько детей. И, кстати, я заметила, что ни одного взрослого не было. Ни одного взрослого не было. Так что, новенький. Красивый. Так, есть для детей детская площадка. Вообще, вот эта детская зона. Вон там, видите, даже городок есть детский. Сейчас мы дойдем с вами, да, в озеро, ребятки. Ой, это чудо за цветок. Я думаю, магнолия или нет. Скажите, кто знает, что это за... Посмотрите, какая красота. Прям кустик такой. Красивый. Деревья подстрижены. Все шикарненько. Ой, а кто это там наверху сидит, плянки на дереве? А, ворона. Фух. Я думала, блин, обезьяна может. Так. Тут лавочка из-за родителей. Качельки. Горка. Мы даже с дочерью еще здесь не побывали вчера. Такая жара. Вот гулять реально только вот в 6 утра. В 6 до 9 можно. Вообще, капец жарище. Кто-то забыл свои сланцы. Сюда детская площадочка классная. Вообще, тут территория для детей хорошая. Но все равно надо следить за своим ребенком. А, здесь у них типа кафе. Нам говорили, что здесь можно пиццу заказать. Вот. Такие лавочки. Красота. Сейчас мы вот так обойдем. И спустимся к асеру. Тоже вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, классно. Тут есть малоружная, оказывается, он стоит. Все, вот это вон, где кусты, это, наверное, тоже розы. Такая племя. А, еще говорю, а, теннисный корт там есть. Вон там. Теннисный корт. Некоторые машины почему-то подъезжают. Вот смотрите, свои машины тут поставили. Это что за цветочек такой? Смотрите, сколько. Много красных этих. О, это, похоже, мини-розы. Ничего себе. Это маленькие розочки, видите. У них даже листья, все как в роз. Наверное, мини-розы какие-то специальные, карликовые, да? О, у нас, я таких у нас не видела, даже в этом. Даже в цветочных магазинах. Так. Тут есть вот такие шатры. Туда не пойду. Наверное, уже следующее. Туда не пойду. Пойдем на мостик сходим. Сейчас покажу мостик вам. Ну, с мостиками вроде не ныряют они. Нельзя нырять. Тут есть вот ситуация. Нараживаю. Ну, все как в обычных городах. Только здесь, в этом велике, бесплатно. Бери, катайся. Да, кстати, дочь у меня вообще конкретно уже научилась плавать. Вчера целый день. Блин. 23-я температура воды. Не знаю, виноват, нет. Ну, вот. Сейчас июль месяц. Где-то, сегодня я даже уже в днях потерялась. Может, 20-е. Не знаю, девчонки. Ну, середина июля. Вот. Красота. Смотрите. Места много. Купайся. Не хочу. Водичку сейчас потрубим. Вчера были такие... Перебаламученная вода. Грязная была. Но сегодня... Время, конечно, еще рано. Сейчас пройдем. Забыла микрофон взять. Чтобы вам лучше слышно-то было. Громче говорить не могу. Так что... Что тут у нас? Я толком не вижу. Видно вам? Не видно? Ой, господи, как страшно. Я высоты боюсь жить. Вот водичка. Полный штиль. Красота, да? Тут как бы такие, видите, островки. Раз кто-то прошел, там за столиком присел. Ну, там у берега, конечно, не видно. Мы сегодня уже уезжаем. Так как нам на сутки всего дали. Сказали, что в 11 уже освободили номер. И это уже как кто-то другой должен заехать. Ой, что-то красивое. Тут даже, по-моему, дно убедено, да? Смотрите. Водичка супер прозрачная. Вчера просто переволомотили уже. Сейчас пойду дочью разбужу. Пойдем искупаемся, потом из рынка помоемся. И все, и как раз 11 мы дадим ему ключи и съедим. Поедем, наверное, домой через Алмату. Сначала нам надо границу пройти. Песчаное дно, тут песочек. Все, как я хотела. Смотрите, водичка. Следы даже видно. Ну, вон, смотрите, островок каменный. Такой тоже попадается. Ну, редко. Там, где мы вчера купались на пляже, это, видимо, только здесь. Там, где мы вчера купались, такого не было. Ой, девчонки. Короче, я не пожалела, что мы сюда поехали. Хотя мы долго ведь ехали. Наверное, не пять. Но мы останавливались, ночевали, смотрели в Алма-Ате. Потом мы там, где там, господи, как он называется-то? Узеро. На Алла-Коль ездили. Вообще, мы хотели еще в Бишкек заехать посмотреть. Там же этот рынок знаменитый. Но так как цены, то есть у них суммы, а у нас рублей почти один к одному. И смысла нет туда ехать. И там оптом все продается. Я же не буду ткани покупать по метру. Они скажут, мы только оптом, рулонами продаем. Вот. Вот пляжик. Вот вчера. Вон там были. Вон там, видите, заборчик. А местные, ну, знающие, уже вон там отдыхают. Тоже песок. Вон рыба даже плещется. Вы видали? Рыба плещется. Вот. Купили там у одной бабульки вот эту рыбу сик. Девчонки, такая вкусная. Ну, она белое мясо у нее, но такое жирное. Мне по составу она напомнила почему-то омоля. Вот омоль же на Байкале водится, а у них тут сик. Ну, вкусная рыбка. Мне понравилось. Да, там еще глина есть. Смотрю, вчера некоторые, ну, видать, на глубине достали эту глину и обмазывают себя. Ну, типа, что она, наверное, лечебная. Хотя я думаю, нифига она, наверное, не лечебная. Потому что озеро непонятно, то ли соленое, то ли не соленое. Ну, короче, я бы сказала, что оно не соленое. Хотя все почему-то пишут, что оно соленое. Ни хрена оно не соленое. Ну, так вот, чуть-чуть, даже вот алаколь, вот то чуть-чуть соленое. А это не соленое. Так что, раз водится, наверное, не соленое, значит, и грязи тут не особо помогают. Так, знаете, наверное, для видов кто-то кому-то когда-то сказал, что, типа, ой, тут такая грязь, поехали. Не. Ну, местные, может быть, им же надо, чтобы туристы ездили. Сейчас, зелененькая, да? Води. Ой, голова аж загружилась высотой, потому что боюсь. Видите, песочек как бы подровняли. Причесали, скажем так. Чайки тут летают, но мало. Вот мы ездили на Яровое, там чайка, но тьма, тьма. А здесь чайка мало. Так, сейчас я... А, да, вчера-то еще, вот во сколько мне, в 11 пошли, и песок такой горячий. Вот ходить невозможно реально по горячему песку. Идем с вами по песочку. Ну, вот что и следовало доказать. Водичка эта... Прозрачная. Ну, тепленькая, нормальная. Водичка хорошенькая. Берег такой пологий, уходит в глупь. Пиздец, тяжело тут песок подпроваренный. У нас все где есть. Смотрите. Красота, да? Там уже слышу голоса людей. Так, за номер мы отдали 8000 рублей. Я говорила, да? Смотрите. Вот. Сейчас я ничего возьму и мы перейдем. Перед отъездом еще искупаемся. Там есть заборчики вон в том калитке. И можно перейти туда. Сейчас пойдем посмотрим с вами от вчера. И там даже, кстати, за той калиткой народу было больше, чем у нас здесь. Вот, какая красота. Работники. Ой, я тут заборю сейчас. Вот этого берега даже не видно. Полный штиль в водичке. Там рыбка плавает. Я думала, тут нету. Ну, за сеткой за этой. Красота, видите, сколько много. Ой. Вон она что-то. Мальки. Мальчик ходит. Мусор убирает. Меняет. Нам очень понравилось. Очень. Но 8000 за сутки. Я считаю, это дорого. Рублей. Если бы тенге. В общем, это же тенге. Вот. Другое дело, а так как у них тут сомы. И практически один к одному идет. Ну, там, в разницу. Маленько есть разница, конечно. Маленько есть разница, а так как у них тут сомы. Вот. Шикарно, шикарно. За бульки не заплывать. А, да, здесь на лодке катают. На банане катают. Ой. Сейчас следы. Знаете? Маленькие такие. Следы котика. Котик тут у них живет, я видела. Так. Как они? А, вон, калитка закрылась. Сейчас они ее днем открывают. Там, видите, ничего не убрано. Вот эти ямы, следы, все так же осталось. Ближаки там стоят. Никто не убирает. Вот лодка есть. Кататься можно. Мотор на нем мотор стоит. Вчера пошли на озеро с полиной с утра, то еще не дошли на озеро. Вот здесь вот. Возле Сатбаума. У нее нога подвернулась, и навернулась она. Содрала до крови эту коленку. И я говорю, ну не идти же обратно тут. Ну вот, в воду залезла. Вот раздевалка, переодевалка. В воду она залезла. И это. И потом кровь остановилась на коленке, и все нормально. А, да, здесь еще, так и обратили внимание, здесь на пляже мало вот этих грибочков. И шатру там, конечно, подальше. Здесь дают зонтики какие-то в аренду. Можно прямо возле берега расстелаться. Ну, покрывало, и зонтик втыкаешь. И нормально. В основном отдыхают семейно. Я обратила внимание таких, что парень с девушкой есть, но очень мало. В основном семьями приезжают. И в основном это население их расы, скажем так. Ну, есть казахи, киргизы, их раса. Русских. Ну, все говорят по-русски, все нормально. Ну, вот таких вот, которые, допустим, с Новосибирска, с нашего города, с Москвы даже возьмите. Мало очень. Ну, я бы сказала, один из ста процентов. Вот туалет. Пожалуйста. О, я не могу, девчонки, насчет роз. Такая красота, аж глаз не оторвать. Я вообще никогда не видела столько роз. Я знаю, что они у нас плохо проживаются вообще. То есть в зиму, чтобы роза пошла, это надо ее там, блин, и ведро, и этими пихтами укутываешь. Все по полиэтиленам. А здесь, а здесь даже на заправках растут. Здесь, наверное, посадил, и все, и она вырастет. Не надо особо. Вот, смотрите, а это... Ой, походу, это георгин вообще? Нет. Это роза тоже. Шипы у нее есть, видите, вот. Ну, что так мало этих листиков. Крупные. Вот. Розовые красивые. Я сейчас с вами вам покажу. Розовые розы. Ай, вчера спать ложиться. У них тут дискотеки бывают. Вот. Какая красота. Супер. Даже, которая не раскрылась, да? Вот это вообще красиво. Уже на 30 минут, но снимала. Придется, наверное, вам в два видео. Обзор дальше делаю. Цветочные. Комбы. Ну, чайная роза. Сейчас подойдем к чайной розе. Тут, наверное, по газону-то ходить нельзя. Я хожу. Ну, ладно. Че, мне очень хочется посмотреть. Смотрите, вот чайная роза. Какая красота. Я не могу. Ну, что красиво-то? Забилья. Смотрите, какая здоровая, да? И бутоны такие. Но бутоны, кстати, на бутонах... Это тля сидит. На бутонах тля. Так, еще я хотела желтые заснуть. Сейчас. С утра. Так, а жары нет. Все. И травку поливают. Все, все, все. Желтые, девочки. Вот их тут красиво какой-то я видела. Желтые они где-то помельче. Тут воздух прям возле роз пахнет розами. Даже это... Нос не подставляй. Пахнет. Смотрите, что это такое красота такая. Прям сразу один стебелек, и на нем вон сколько их. О, это какая-то другая. Вот. А, тут вот они пошли. Сверя. Ну, цветом другим, да? Ну, они это... По размеру поменьше. Вот какие. Сейчас. Ой, блин, рука трясет. Тут уже... Прям вот розовая. Здесь моим пополам. Так он хочет пройти. Если сможем. Ну, там возле домика сразу три елки. Пихты, вернее, голубые. Они же их елками называют. На самом деле-то это пихты. Странно, что они у них колючие. Ну, может, это елки, правда, на пихты похожи. Просто колючие, да? Как красиво, да? Ну, тут еще типа тренажеров есть. Ну, такие уличные у нас тоже в городе такие есть. Видите? Туда пойдем с вами. Красота. Первая линия. А, тут по линиям. Первая, вторая, третья, четвертая. Типа, чтобы не заблудиться. Наша сосна. Они сосны сюда. Вот оливка, смотрите, как классно. Что это за растения такие? Я посмотрю. И они. Что такое? У нас, наверное, такое не растет. Такие растения. Так, надо быстрее идти до одному, будить дочу и быстрее купаться. Потом еще ее помыть. Я уже, наверное, не буду. Ну, по крайней мере, на редко точно не буду. Волосы не хочу мыть. Вчера на ночь уже все помыла. Постирала. Все. Пока песочек сейчас прохладненький, но он быстро нагревается. Вон туда еще есть. Но мы не пойдем. Вторая линия. Ну, красота, красота. Что сказать. Так-то мы заходили в другие пансионаты. Ну, чтобы номер снять. На двое суток нам надо было. Ну, там не так красиво, я бы сказала. Здесь вообще шикарно. Очень красиво. Особенно мне нравятся вот эти деревья. Не знаю, как они называются. И розы. Здесь что-то не розы, а какие-то. Ну, как у нас, походу, там всякие. И шафраны я вон вижу. И эти. Ну, у нас такие есть. Люди вон все даже на улице сушат. Надежды свои. Так, я надеюсь, я не заблужусь тут. Ну, дороговато. Ну, не знаю, как для вас, но для меня 8 тысяч рублей за сутки. Это дорого. Какая-то пальма, видите? Вон отцвела. У нее это, наверное, реальная пальма. Да, сюда одними семьями только приезжать. Так, еще пять линия. Тут написано. Четвертая линия. Поливалка, видите? Получается, вообще, я вам не заметила. И в Алмате идешь по дороге. Ну, для людей, у которых дорога. И вдоль бордюров маленько видно торчат эти поливалки. Ой, это что-то за цветок. Он сиреневый, какой красивый. Сейчас покажу. Кусты прям огромные. Что это, ребятки? Какая красота. Ой, тут так пахнет. Это похоже они пахнут. Сейчас понюхаю. Блин, как наша сирень, да? Только. Смотрите, какая. Ой, это она так пахнет. Ой, какая. Ух ты. И она растет вон, как деревцем. Ну, в смысле. А как этот цветок называется, не знаете? А вон она знает. Девушка, а скажите, как вот этот сиреневый называется, куст? А, я точно не знаю. Не знаете? Какая красота вообще. Жанна знает, наверное. Тоже роза тут, смотрите. Ой, петунью посадили даже. Ну, это что-то, девочки. Это пчел или кто? Ну, она так пахнет, как наша сирень. Да здоровые они такие. Это вот этот рядом уже отцвел. Но их не говорят. Пойдемте туда. А там скорая помощь сейчас стоит. Ладно, будемте в ту сторону. Это в номере есть маленький телевизор у нас. Показывают каналы и русские, и ихние. О, какой деревик. А, здесь есть. А, посажем, потому что это ресторан. Поэтому, я думаю, что-то так обделили нас тут, посадили, а там нет. Ну, потому что это ресторан. Вот с этой стороны домики как выглядят, да? Окна есть. Все здесь, пластик. Ну, аккуратненько, все красивенько. А, да, здесь нет. А, там парковка. Дальше пройдем. Вот это наше. Только у нас вход с той стороны. Сейчас мы еще вот с этой стороны пройдем. Все равно пока никого нету, слава богу. Вот кусты роз. Гляньте, какие огромные. Но это те, которые, наверное, не подстригают, что они вверх растут. Тут уже розы. Тут все посажено розы. Это что за цветок? Как он так растет, что ли? Как это? У него жесткие такие туда. Сейчас оттуда хааа, меня кто-нибудь за руку тяпнет. Он так прям, смотрите. Вверх. Раз так и шариком. Ну, конечно, наверное, его подстригают специально. Но все равно ветки все кверху растут. Это наш продам. Видите, он или продам? Все равно ничего. Я не вижу. Может, вы видите? Тоже, наверное, большой рамер. Так, а где мое окно? А, оно прикрыто. Я его сейчас не определю. Вон, вон то, наверное. Вон то, наша. Скорее всего. Ну, либо вот это следующее. Похоже. Вот два. Этих наших. На втором этаже. Мусорка. Они приезжают, что-то мусор не забирает. Здесь. Это называется, наверное, шале у них. Или как? Не знаю. Вон бассейн для взрослых. Ну, что-то я до него не видела, где он. А вот еще, смотрите, какое растение. Дерево большое. Вон. Сейчас подойду поближе, глянем. Что за цветы такие на дереве? Ой, они нежные-нежные в руках. Прям как, я не знаю, даже розы не такие нежные. На нашу рябину похоже, да? Ну, это явно не рябина. Это что-то ищнее. Сейчас понюхаю. Слабый-слабый аромат. Тут больше, видите, наверное, пахнет розовым, мне кажется. Ай, у нее, смотрите, ствол покрыт чем-то. Какая красота, девчонки. Целое дерево, да? Сфотографировать даже не могу. Пока уже устала. Вот сирень тоже у них, видите, отсветшая уже. Сирень. Ну, это дерево большое. Чем-то, капустолок. Вот оно, большое. Сфот такое. Листья такие, как рябиновые. Ой, какая красота, жалко, конечно, что нам всего на сутки тут. Еще бы минимум двое. Надо бы погулять, походить. Такую красоту поснимать. Ну, смотрите, что. Ну, как? Дальше. Дошли вот до стенда. Тут пока что есть профессиональный бассейн. Там, где он есть? Там, где ресторан? Можем в подвозь спускаться. Хорошо. А, да, я считала, что сюда приезжают еще на спортивные соревнования. Командами прям отдыхать и тренироваться. Здесь тоже номера, но уже не такие тоже здания. Какая-то, нет, балконы. Сейчас посмотрю. А, вот он. Смотрите, сейчас я вам засниму. Сейчас посмотрим балконы. Роза. Уже жарко становится. Ну, тут такие. Здесь горит такой зеленый. Раз, два, три. Трехэтажное здание. Так. Так, что за? Ах, да, что это? Сейчас подальше отойду. Мне потому что не видно. Это в камеру. Солнце уже светит. Надо быстрее идти за дочей. Не купая. Так. Тут все, вот такие дорожки. Ну, вот, видите, елка, да, растет как? Лихта елка. Разлапистая. Вот у нас такие. А у них там какие-то прям ровненькие. Вот. Розы плетистые. Видите? Да красоты. Какая красота. Ну, и рябина у них есть наша. Для фотосессий вот эта красивая тоже. Они вообще пахнут. А, это уже отсвезшие. Ну, пахнут тоже. Слабенько, правда. Здесь, это фотки у меня. Тоже поливалка. Их там поливает вот. Красота. Это вообще розочки, гляньте, какие малюсенькие. Три-пять. Налила бутылки воды, положила в этот холодильник. Надо ехать, чтобы холодная вода была. Ну, там у них пост охраны. Охранники сидят. Тут шлик-бам. У них есть бесплатная парковка и платная парковка. 100 сумм в сутки платная парковка. Ну, я бы, знаете, что разницы между платной и бесплатной не вижу. Никакого навеса, ничего. Красиво как. О, такая у нас растет. Спаржа, да? Или как его называют? Тут даже, похоже, с собачками приезжают, потому что у кого-то лаяла собачка, я слышала. Сейчас сфотографирую эти розы. Они просто глянцы, просто. Ну, как такая красота. О, шапка целая. Вот тут. Дальше продолжаем. Подход уже, подходим к своему. Дом. Ну, смотри. Не поняли. Так. Тут она ярко не смахивает. Обстреженные. А, это розы. Это розы. Смотрите, какой ствол. Тоже ее, видите, черенковали. Это они рассаживают эти розы, похоже. Наверное, здесь просто они как-то садили изначально. Потому что у них прям такие мощные корни. Не корни, а стволы. И даже глянцы. Вот они. Стволы такие. Ну, вот они у них черенками рассаживают. И потом по всей территории. Приживаются, видимо, хорошо. О, какая-то она цвела, что ли, уже. Какая-то сиреневая даже. Вот, видите. Розочку. Ну, вот это вообще, да? Сейчас. Люди еще спят. А я уже круги нарисовываю. А там что-то под низом еще есть. Это наш корпус. Не знаю, на следующий год, наверное. Мы поедем сюда. На следующий год. Тетки ходят. Какие-то. Ну, вот. Полиночку поставлю под этот кустик. Красиво. Какая работа. Здравствуйте. Случайно выключила. Идем обратно в номер, ребятки. Так. У нас не курят. Какой-то нехороший человек. Вчера курил. Прям у нас в номере запах чувствовался. Как хорошо, когда никого нету. Очень красота. О, как. Ага. А что тут? А что тут, кстати? А, нет. Тут есть. Смотрите. Мне показалось, что нету фарапеты. Фарапеты. Косписи. Тут написано. Плохо видно. 28.03.2017 год. Вот тут ждем план. Мои еще спят. Вроде. Все, спели они. Так. Восемь утра сейчас пришли на озеро Памина. Начало скупаться. Вот уже исходили. Видите? Уже за утро, вот как я проходила, уже исходили песочек. Последие. А так они подравнивают весь песочек. Памина пошла уже покупаться. Восемь утра, ну, скажем так, единичные люди. Там на диплом пляже есть. Ой, войны уже начались. Не было уже никаких волн. Ну, как? Плагочка. Ну, вот. Мама, если ты человек, мне так все равно не видно? Конечно, ты же видишь, что все прозрачно. Ой, смотри, камень даже большой. Нет, когда пугал спрыгивал. Там вот спрыгивал и пугал. Ты видела? Да. А я вчера смотрела, я не видела, чтобы спрыгивали. Там они вон по лесенке, там лесенка есть. Видишь, в воду? Хочу бы собачьем поплавать. Ну, только вот здесь плавая, а то я вижу без купальника. Как я буду тебя спасать? Хочу бы собачь, а давай не кладь. Давай, давай, Поля, время идет. У тебя всего один час. Потом надо быстренько прийти помыться и все, отчаливать. Сейчас не жаль-то, солнце так не течет. Полинку еще не расчесывали, она лохматая вон у нас. Мама, а ты там купила, ты где-то купалась со мной? Ну? Ты видишь, что там кто-то бутылка играет? А, да, компания. Ныряли. И там они забыли бутылку и не могли найти. Ну, наверное, уже вытащили. Как ты смогла так рано проснуться? Не знаю. Скажи, ради купания я и проснула. Вон, видишь, как сразу поднимается это, в воде. Мутная становится. Но зато вообще красота, да? Никого. Вот, дядечка еще один. Пошел, и там парочка одна. Там и другое озеро. На пляже? Никого пока, можно сказать, нет. Все свободно. Мы под грибком тормознулись. Под каким? А, вот под тем. Недалеко от выхода. Сейчас даже под грибком не он, солнце так что. Ну, как я там плавала по собачьему? О, Гуля, ну, сама вспоминай, как я тебя учила. Сейчас я прибавлю. Ты окуни сначала? Ой, молодец. Умничка. Ты вчера как рыба. Я думала, точно в рыбу превратишься. Я думала, ты вчера в рыбу превратишься. Так нет. Как рыба была. Я тебе вот так показывала, как я была, а ты мне вышала в воде. Ну, давай. Муч в воде долго стоит, он не оседает. Глина, потому что, наверное, там под песком глина. И она такая мягкая глина. Бывает твердая же. Ну, не знаю, короче, девчонки. Ну, смотрите. Ой, тут холодная вода. Должна быть наоборот, тут теплая. Ты же не сбаламутили еще. Да, я вот ногами чувствую. Вот когда никого нет, вообще красота. Чего? Когда никого нет, вообще красота плавать. Я пойду, мам. Давай в ту сторону плыви. Что, ты уже хотела выйти? Нет, очки взять. Ну, вон наша лежанка. Дочь. Дочь. Я есть. Волосы-то убрала бы сначала. Может, или мне больше вот так удержать? Ну. Сейчас быстро набегут. Вчера как-то тоже как махом набежали. Хотя мы вчера часиков 11 пошли, да? Просто в ней еще плыви. Ты плыви? О, да. Ты сначала просто... Просто нырни с головой. Я попробую. Как рыбка. Красота. Так все видно. Ну, вот. Я плыву, я туда плыву. Давай, только вдоль берега. Вот так плыви. Хорошо, вот так. Да. Туда глубоко не заплывай, то вдруг там яма. Воздух выпусти. Даже ракушек нет. Типит. Ну как? Ну, алина, кусок и вот так. Знаешь, как они там плавали, ну, там, вот эту бутылку искали? Да. Они там ее потеряли. Да нет, Полина. Они тогда потеряли, а потом-то вытащили. Нет. Ну, ты видишь ее сейчас? Нету. Вижу. Надо было взять свою. Как рыба, как рыба стала. Вот тебе. Я-то на кровь нашла. Надо его. Ну, зачем? Давай я его подняшу. Давай. Ты его сможешь поднять? Да. Ты глубоко зашла уже. Хорошо. Смотри, что я зашла. Ой, господи, ничего себе. Бутылку нашла. Что, я потеряла? Там она где-то, рядом. Мань, давай я что-то друбай на эту. Хорошо? Ближе подойди. Блестящая. Куд купайся. Что? Куд купайся рядом. Аккуратно, иди. Аккуратно, иди. Я хочу сейчас выйду. Ты мне видишь, ну что иногда находишь? А вон там. Кто валяется? Оля, спор уже пойдем. Не заходи глубоко. Дочь. Я посмотрю. Я не буду глубоко. Ты стоишь там, стоишь. Камни там. Бассейн не решили поплавать. Водичка тут теплее, чем в озере. Я тоже. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok